Здравствуйте, я астролог Александра Белова, и это мой прогноз с 23 по 29 мая. Овны. Начинается месяц, когда много времени будете проводить в общении с братьями-сестрами, возможно, соседями. Захотите ради удовольствия отправиться в недалекую поездку. Усиливается общественная деятельность. Захотите многим рассказать о своих идеях, утвердить авторитет. Будут удачны сделки купли-продажи, но только если они не касаются недвижимости или механизмов. Тельцы. Особенную значимость приобретает материальный комфорт. И для того, чтобы приобретать дорогие вещи, наслаждаться вкусной едой, вы готовы трудиться и увлечь за собой других. При этом будете тратить заработанное, в том числе, на детей и романтические дела. Близнецы. После упадка сил возрастает сила воли, готовность всему миру заявить о себе. В середине недели будет желание выяснить отношения с возлюбленным, после чего дорогой будет предъявлять для вас слишком высокие требования. Думайте сами, стоит ли заваривать такую кашу? Раки. Двери музеев и выставок распахнулись как будто для вас. Сейчас особенно тонко чувствуете прекрасное. Самое время проводить ревизию в гардеробе и расстаться со всем, что не украшает. Вы захотите скрыть свои любовные дела от посторонних глаз. Азартные предприятия точно не принесут никакой прибыли. Зато сможете наладить контакт с детьми. Львы. Сможете наиболее ярко проявить себя не как сольный актер, а участник массовки. Дружба и совместные дела станут для вас очень важными темами. Сможете отойти от привычных шаблонов поведения и расширить свой кругозор. Будете строить очень отдаленные планы. Запросто окажете услуги окружающим. Девы. Возрастает профессиональное честолюбие. Кроме того, именно благодаря работе вы сможете наладить личные отношения. Хорошее время для проведения переговоров с вышестоящими лицами. Записывайтесь на прием к руководству, просите повышения зарплаты, улучшения рабочего графика. Удача на вашей стороне. Весы. Почувствуйте, как вас проснулся интерес к иностранцам, зарубежным странам. Середина недели – хорошо для семейных вечеров, встреч с друзьями, романтических свиданий. Стоит посвятить себя делам детей. Однако, вероятно, эмоциональные всплески – необдуманное и спонтанное решение вопросов. Скорпионы. Будете изобретательными – сможете найти применение бракованным вещам. Направите творческий потенциал на то, чтобы вдохнуть новую жизнь в неработающие, сломанные вещи. Также будет склонность следовать общественным стереотипам и нормам поведения, без критической оценки, насколько именно вам они подходят. Стрельцы. Очень важное значение придадите партнерским отношениям. А именно, взаимодействуй с друзьями, любимыми, коллегами по работе. И в этом сможете наиболее полно открыться. Возможно, захотите посоперничать. Стоит тратить силы на новые дела, а не провокации. А упорство и уверенность проявить в работе. Козероги. В оценке рабочей ситуации будете слишком субъективны. Сейчас склонны действовать, исходя из внутренних убеждений, игнорируя реальные обстоятельства. Особенно, если вопросы касаются доставки, логистики, торговых сделок, общения с окружающими. Из плюсов стоит отметить ваше внимание к мелочам, а также стремление помочь окружающим. Водолеи. Захотите заняться спортом, играми, развлечениями? Готовы забросить работу ради свиданий? Профессиональная сфера является слабым местом. Можно так увлечься праздным времяпровождением, что потерять работу. А сейчас это нежелательно. Уйдя с одного места, будете долго искать новое. Рыбы. Примерите на себя роль лидера. Внесете динамику в домашние дела. Но в то же время, общение с родственниками не обещает быть гладким. Заходите всех поучать, выделиться, быть первыми. Кроме того, за вами будет замечена рассеянность и забывчивость. Сейчас лучше никуда не ездить.